Мухи, комары, клещи. С приходом тепла эти насекомые активизируются. Они могут быть переносчиками опасных заболеваний. Чтобы обезопасить себя и свое жилище, люди используют различные средства. Чаще всего это спреи, спирали и фумигаторы. Многие из них просто отпугивают насекомых. Такие средства называют репеллентами. Но как же они работают и могут ли быть опасны? Самым распространенным веществом, которое используют производители, является ДЭТа. Мы привыкли говорить, что репелленты отпугивают от нас насекомых. На самом деле, как такового отпугивания не наблюдается. Более правильно говорить, что в присутствии ДЭТа мы становимся замаскированными от насекомых. То есть, по сути говоря, это средство маскирует нас от насекомых. Как объясняют специалисты, ДЭТа влияет на насекомых как анестезия. Благодаря воздействию они попросту не могут выполнить свою функцию. В случае с комарами – выпить вашу кровь. Говоря о выборе средства, эксперты рекомендуют ориентироваться на окружающую вас обстановку. Если вы находитесь в комнате, то лучше всего подойдет фумигатор, поскольку в помещении он сможет равномерно распределить испарение. На природе более эффективны браслеты и спреи. Но здесь также важно отметить, что любое средство необходимо использовать осторожно. Оно может навредить. Они могут вызывать и мутации, влиять на здоровье, вызывать аллергию. Поэтому необходимо использовать репелленты не более пяти часов. Чем меньше, тем лучше. Поэтому увлекаться не надо, но при необходимости используем небольшое количество часов с наибольшей эффективностью. Чтобы избежать негативных последствий, многие обращаются к народным методам. Отправляясь на природу, предварительно стирают одежду дегтярным мылом, едят сырой чеснок, обмазывают открытые участки тела рыбьим жиром или эфирными маслами, лавандой, герани или эвкалипта. Комаров, кстати, также отпугивает запах базилика и полыня. Но если использование репеллента все же не избежать, вот вам несколько советов по их безопасному применению. Если вы использовали репелленты в комнате, то не забудьте потом обязательно проветрить помещение. А если вы используете репелленты в виде спреев на природе, то используйте такой репеллент, который помимо действующего вещества, например, ДЭТа, еще содержит противоаллергенные, противовоспалительные вещества, чтобы внезапно не началась аллергия и можно было снять все воспаления. Эксперты не исключают, что с течением времени насекомые научатся справляться с влиянием ДЭТа и придется искать новое вещество для защиты. Ну а пока это самое надежное оружие в борьбе с насекомыми. Но не забывайте, надежное не значит безопасное на 100%. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok